Здравствуйте, я Мария Петросян, автор книги «Дом в котором». Организаторы салона «Русской книги» в Париже пригласили меня провести презентацию моей книги. И вот я представляю свое произведение французскому читателю. Моя книга вышла в России в 2009 году и переведена была и издана во Франции в 2016 году. Переводчик Рафаэль Паш и издательство, на мой взгляд, очень хорошо оформленная была эта книга. Замечательно была истана, очень привлекательно все. Мне, как художнику, это было очень интересно. Я хочу сказать, что, собственно, а, ну да, я немножко расскажу о тебе. Я армянка, книгу написала на русском языке. У меня, как у ребенка, выросшего в Советском Союзе, русский язык практически был основным языком. Ну, еще отчасти, конечно, тут сыграл роль не столько Советский Союз, сколько то, что моя бабушка русская, мама, моя мама русская. И как бы с детства в нашей семье русский язык был, можно сказать, даже первым языком скорее, чем вторым. Потому что я росла в доме моей бабушки и постоянно говорила на русском языке, читала русскую литературу. Поэтому, собственно говоря, я армянка, написала книгу на русском языке, и книга была истана в России. Это для меня самой было достаточно большой неожиданностью такое, то, что книгу вообще издали, то, что, ну, в дальнейшем она имела успех, это было еще больше неожиданностью. И когда меня спрашивают, что это для меня, я, в общем-то, затрудняюсь ответить, потому что я до сих пор не очень верю в то, что это действительно произошло. То есть, когда я встречаюсь с читателями в России, мне кажется, что это, в общем-то, все с кем-то другим как-то произошло и происходит, и продолжает происходить. Я по профессии художника работала в мультипликации, но не художником-мультипликатором, а, так сказать, подручным работником. Сейчас эти профессии, которые были при ручной мультипликации, они вообще уже не существуют. Все это компьютеризировано, так что все эти прорисовщики, заливщики, они уже исчезли с лица земли. Это вымершая, можно сказать, профессия. Ну, хотя есть и отдельные люди, которые все еще этим занимаются, делают что-то от руки, я знаю. Ну, это вот такие фестивальные какие-то, короткие авторские фильмы, анимация. Вот. Книга для меня как бы это большая часть моей жизни, потому что я начала писать ее, ну, даже не больше, конечно, но я достаточно долго ее писала. Не то, чтобы я писала ее действительно 20 лет подряд, а все-таки я начала ее писать лет 19-18, может быть, и с какими-то перерывами, откладывая, снова к ней возвращаясь, и дважды практически полностью переписав ее заново. Потому что, когда через сколько-то лет ты возвращаешься к этому тексту, ты видишь, что это, собственно, не совсем то, что тебе казалось, тобой было написано, создано всегда. Кажется, что это было лучше, чем оно есть на самом деле. Так что, когда говорят, что 20 лет, я писала это, я действительно писала ее 20 лет, но не 20 лет полностью, а с большими перерывами, то есть как бы год, потом это все откладывалось на сколько-то лет, потом опять извлекалось, и поэтому, в общем-то, так достаточно растянулось во времени. Но я хочу сказать, что я жила с этой книгой, то есть от моих условных 20 лет до 40. И, конечно, это не могло не отразиться на тексте, потому что человек меняется, он растет, у него меняется мировоззрение, меняются какие-то приоритеты, и так или иначе, это все как-то отражается на его работе. Я начинала ее как человек, близкий к моим персонажам, которым лет 17, 18, 19, а заканчивала, собственно говоря, как скорее уже по возрасту я уже годилась ему в матери, собственно говоря. Так что, можно сказать, в этом смысле, конечно, это было, может быть, нетипично, обычно, вряд ли это правильно, и вряд ли это можно приветствовать, такое длительное написание. Но, когда это пишется для себя, для своего удовольствия, и, в общем-то, без особого расчета когда-либо опубликовать, то иногда вот получается и так, такой результат. В 2000 году, если я не ошибаюсь, мне даже позже, кажется, в общем, мне предложили, да, да, позже, мне предложили ее издать, по-моему, в 2006, нет, в 2007 году, и тогда еще в финал ее не был дописан, потому что я, в общем-то, не спешила его дописывать. Книга писалась как бы для своего удовольствия, рукопись так разрасталась как-то сама по себе и жила своей жизнью уже отдельно от меня. Но мне пришлось ее как-то закончить, когда мне действительно предложили эту рукопись издать. И для меня было большой неожиданностью, когда она имела успех и как бы приобрела своего читателя. И, в общем-то, действительно, ну, это было похоже на какое-то чудо, какое-то удивительное, которое, ну, ты читаешь иногда, что это случилось с кем-то, с какими-то людьми, но на самом деле не веришь, что это может действительно случиться с тобой. Вот. Ну, она получила какие-то призы. Самым первым и самым удивительным для меня было то, что она вошла в шорт-лист большой книги, еще не изданной, то есть еще в рукописном варианте. Члены жюри с ней ознакомились и получила приз читательских симпатий. То есть это было моим первым потрясением, самым большим. Вот. Ну, потом еще она получила премию в фантастике, в фантастической литературе «Портал». И премию первое место «Русская книга». Это премия для авторов не российского, не граждан России, не проживающих в России, но пишущих на русском языке. Вот. И насколько я знаю, во Франции у меня уже есть свой небольшой круг поклонников. Я даже встречалась с одной из них в Армении. К сожалению, мы нуждались в услугах переводчика, чтобы общаться. Мне удалось узнать, что у нее есть еще какой-то, у этой девочки, ей было 15 лет, что у нее есть еще какое-то количество друзей, которые как бы разделяют ее увлечение книгой. Вот. Если говорить о книге, мне бы не хотелось пересказывать ее содержание или как-то останавливаться на нем. Я хочу сказать только, что я использовала при написании этой книги два приема, которые, собственно, меня больше всего привлекали всегда в литературе. То есть то, что мне самой было интересно, о чем мне было интересно читать, это тема замкнутых сообществ, то есть закрытых, как-то отрезанных тем или иным образом от мира и как-то развивающихся в каком-то своем направлении и как-то сильно отличающихся от того, что их окружает. То есть, ну, или не окружать, если они уже очень сильно оторваны. Вот. Это первая. И вторая тема, которая меня интересовала всегда, это тот прием, когда одна и та же история пересказывается разными людьми совершенно по-разному. То есть когда восприятие персонажей диаметрально противоположно одну другому, но, в общем-то, рассказывается одна. Она и та же история, просто ее рассказывают очень разные люди, очень по-разному. Мне это тоже, этот прием очень близок и, собственно говоря, меня всегда поражало в детстве, насколько вот какие-то семейные легенды, какие-то истории, которые знают все члены семьи, насколько по-разному они преподносятся разными людьми. То есть и я даже специально ходила и просила эту же историю рассказать. То есть мне ее рассказывала мама, совершенно одна история. Мне ее рассказывала бабушка, это была совершенно другая история. Мне ее рассказывала тетя, это была третья история. И вот мне всегда было очень интересно, какая же из этих историй настоящая. То есть какая из них ближе всего к правде. Но узнать это не представляется возможным, потому что даже если видеть что-то своими глазами, опять же, твоя правда будет немного отличаться от других правд, других историй, которые, вот те люди, которые переживали это же событие вместе с тобой. Я не знаю, насколько мне удалось в своей книге применить этот прием, но во всех случаях я старалась. У меня там даже немножко многовато персонажей, кажется, это разноголосие некоторых читателей напрягало. То есть они мне даже прямо высказывали, что им сложно читать, потому что слишком много голосов, все это как-то смешивается. Ну, кому-то это мешало, кому-то нет. Кто-то любит этот прием, кому-то он не по душе и мешает восприятию книги. Тут уже все индивидуально. Ну, я, меня всегда удивляло то, что то, что тебе нравится, то, что ты предпочитаешь и считаешь это глубоко личным, индивидуальным. Оказывается, достаточно большое количество людей разделяет с тобой эти же самые пристрастия. Ну, это можно судить по, допустим, на встречах с читателями, которые говорят тебе, что вот это то самое, что вот я думаю, я чувствую, я хотел бы или хотела бы говорить. Вот, это, конечно, очень приятно и удивительно всегда. Я надеюсь, что книга найдет своего читателя во Франции, ну, в какой-то степени уже нашла. Я надеюсь, что еще будут встречи и возможности общения с французским читателем. Я надеюсь, что мы еще увидимся как бы вживую и, может, будет возможность пообщаться более непосредственно, более напрямую. Мне очень нравится удивительная вот эта ситуация. Я стала, я много чего увидела и узнала благодаря своей книге. То есть я много где побывала. Вот я увидела Париж благодаря своей книге, впервые в жизни. Я увидела Испанию, Барселону, я побывала, например, в Белоруссии, я побывала на Украине и, конечно, во многих городах России. То есть книга, она дала мне возможность встречаться с большим количеством людей и общаться с большим количеством людей. И это очень интересно, когда ты чувствуешь, что люди, они на самом деле не так сильно отличаются друг от друга, как тебе казалось. То есть тебе казалось, что они все очень разные. А на самом деле, когда ты встречаешься с читающими людьми, насколько бы разные не были места их обитания, что-то общее, тем не менее, есть среди читателей. Ну, во всяком случае, у меня так, не знаю, может, это у меня так. Я очень благодарна организаторам за эту возможность преподнести, презентовать свою книгу. Я надеюсь, что у меня будет больше, еще большее количество читателей. И я надеюсь, что наше сотрудничество с издательством продолжится, может быть. Вот. И, как бы, ну, надеюсь на то, что эпидемия тоже закончится, и в дальнейшем нас больше не ждет такого рода потрясений. Спасибо. До свидания.